Всем-всем привет, с вами Клеопатра! А мы сегодня с вами поговорим о новом игровом режиме в Clash of Clans, который будет называться Практика или же Тренировка. О нем я уже рассказывала более подробно в предыдущих роликах, вкратце напомню, что этот режим будет позволять вам тренировать различные миксы на разных тоунхоллах. В этом режиме будет 17 разных уровней, на каждом уровне будет несколько различных армий для каждого ТХ. Соответственно, каждый новый уровень вы сможете разблокировать, когда вы улучшите свою ратушу. Как, к примеру, достигли ТХ-8, значит у вас открылись все возможные тренировки для восьмого тоунхолла, ну и так далее. В первый раз, когда вы попробуете пройти один из уровней тренировочного режима, учебное руководство вам расскажет, какие войска нужно развернуть, в каком месте, в какой момент, чтобы вы 100% закончили первое испытание успешно и поняли, как все это дело работает. За успешное прохождение всех 17 уровней вы получите суммарно 5,5 миллионов золота, эликсира и 42 тысячи дарка. Согласитесь, на дороге не валяются, и плюс ко всему есть отличный шанс отточить мастерство в тех миксах, которые вы уже знаете, или попробовать что-то новенькое. После того, как вы успешно проходите уровень режима практики, вы можете повторить этот урок, либо же попытаться победить, снести эту базу с помощью своей собственной стратегии, используя готовые армии, но при этом вы не получите повторно бонус. Бонус получают, как и на гоблинской карте, только один раз. Как вы видите, сейчас на экране, буквально за руку, как и говорили разработчики, вас ведет система и показывает, в какое место нужно посадить юнита и в какой момент. Это действительно очень важно и здорово, что есть такое обучение. Оно на самом деле гораздо умнее, чем предполагалось ранее, поскольку если мы вспомним даже ту же гоблинскую карту, ничего особо выдающегося там нет, и гоблинская карта особо никак не учит атаковать. Здесь рисованы самые популярные и наиболее востребованные стратегии на каждом тоунхоле, то есть вы сможете обучиться самым популярным, самым ходовым миксам, для того, чтобы в дальнейшем и на КВ, и на ЛВК у вас были результаты лучше. В общем-то, такой небольшой гайд в игре, на мой взгляд, это очень хорошая идея. Цель этого режима состоит в том, чтобы помочь игрокам понять все нюансы различных стратегий, юнитов, заклинаний, особенно после перехода на новый тоунхол, когда вы еще не знаете, как что работает в деталях, и либо идете на ютуб смотреть, как же это делают другие, и учитесь по видеороликам, либо же пытаетесь, скажем так, набивать шишки на своих же ошибках и принося плохие результаты клану. Все это проходили, после перехода на новый тоунхол вы всегда очень слабы в атаках. С помощью такого гайда, я думаю, что некоторые базовые стратегии вы сможете сразу изучить, сразу потренироваться, и вот этот переход на новый тоунхол пройдет гораздо проще и гораздо менее болезненно, чем это было бы в случае без этой тренировки. В целом, на мой взгляд, тема очень хорошая, это действительно вещь нужная. Напишите в комментариях, что думаете вы. Я же полагаю, что особенно для новичков в игре это будет, правда, очень актуально, чтобы впоследствии не просить электродракона на 10 мест в клан Кастл. Ну и, в общем-то, не совершать всяких таких ошибок. Надеюсь, что этот инструмент, этот режим поможет новичкам понимать базовые принципы игры, понять, что такое разорвать круг, понять, что такое расчистить угол, что такое сделать предзаход. В общем-то, все то, что топовые игроки используют каждый день, а то, чему они уже научены. И плюс ко всему, это весьма сэкономит время руководства клана, которые вынуждены на пальцах, на словах объяснять все эти нюансы. Теперь будет гораздо проще. Также хотелось бы еще отметить некоторую вещь, о которой я уже говорила ранее. Это возможность копировать ссылку на планировке. Эта функция также станет доступна в новом июньском обновлении. А что же касается механики, много спрашивали, как именно это будет работать. Механика, на мой взгляд, здесь отличная. Итак, вы построили расстановку и хотите ей поделиться с вашим сакланом. Ну, допустим. Вы выбираете эту расстановку, нажимаете на кнопочку поделиться с ссылкой. И после того, как вы делитесь с ссылкой, система сохраняет снимок макета базы. Вот в этот текущий момент. Далее, при использовании этой ссылки вашим другом или сакланом, база будет отображать деревню в тот момент, когда был сделан этот снимок. Соответственно, если после того, как вы поделились с ссылкой, вы будете делать какие-то изменения, они уже не отобразятся у вашего друга. Отобразится только то, что было сделано в момент вот этого снимка, в момент, когда вы поделились с ссылкой. Также стоит отметить, что ссылки, которые не использовались некоторое время, впоследствии будут деактивированы. А вот какое время, это пока что не уточняется. Узнаем уже на практике. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал. И, конечно, хороших вам войн. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok